Второе послание к Тимофею, первая глава. Мы продолжаем разговор о жизни без страха. Второе послание к Тимофею, первая глава. Начнём с седьмого стиха. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на том, что Дух Святой откроет нам сегодня. Это будет мощным ударом по царству тьмы, потому что сегодня мы выбьем из-под ног дьявола основание. Сегодня мы поймём, каким образом сатана разрушает нашу жизнь. Повернитесь к сидящему рядом и скажите ему «Я побеждаю». Произнесите вслух «Мы побеждаем». Скажите «Мы всегда побеждаем». Я буду держаться этой книге, пока у меня будут силы. Я чувствую себя так, словно что-то прострелило сквозь мой дух. Кто-то спросит, что это было? Победа. Давайте прочтём вместе седьмой стих первой главы второго послания к Тимофею. Готовы? Читаем. «Ибо дал нам Бог Духа небоязни, но силы и любви и целомудрия». И целомудрия. Заметьте, что страх никогда не приходит от Бога. Поэтому никогда не говорите, что за вашим страхом стоит Бог. Бог не запугивает. Бог не посылает болезни. Он не посылает страдания. Это не может исходить с небес, потому что на небесах этого нет. Здесь совершенно ясно сказано, что Бог даёт силу или способность достигать результаты. Бог даёт любовь, потому что Он есть любовь. И Бог даёт целомудрие или здравомыслие. Здравомыслие. Аллилуйя. Пожалуйста, поймите, пока мы живы, мы выбираем между Божьей системой и мирской системой или системой сатаны. Мирская система действует против Бога и Его Слова. А Божья система действует в соответствии с Божьим Словом. А какое это имеет отношение к страху? Поймите, когда вы решаете следовать Божьим принципам, эти принципы основаны на любви Агапе. То есть, с самого начала вам нужно принять решение. Я буду любить, несмотря ни на что. Я принимаю решение прощать всех и вся. Я буду любить. Потому что в системе Божьего Царства, в Божьей системе, если вы не будете любить, то у вас ничего не будет получаться в этой системе. Ведь все в этой системе связано и основано на Божьей любви. То есть, ваш успех в Божьем Царстве будет основан на вашей готовности прощать и любить безусловной Божьей любовью Агапе. Итак, Божья система основана на любви. Она приводится в действие верой. И Господом этой системы под названием Царство Божье является Иисус. А основой мирской системы является эгоизм. И ее приводит в действие страх. Сатана является Богом мирской греховной системы. Страх для своего существования нуждается в фундаменте. Фундаментом является эгоизм. Если вы заметили, что чего-то боитесь, знайте, основанием этого страха служит эгоизм. В противном случае страха попросту не было бы. Кто-то спросит, а какое отношение к эгоизму может иметь боязнь высоты? Прямое. Вы не доверяете Богу. Не верите, что Он позаботится о вас, когда вы поднимаетесь высоко. Вы полагаетесь лишь на себя, и поэтому боитесь. Вы не уповаете на Бога, сделав себя центром. Страх всегда основан на эгоизме. Эгоизм создает условия, необходимые для существования страха. Если вы хотите выбить почву из-под ног у собственного страха, тогда вы должны понять, насколько важно пребывать в Божьей любви. вы должны подавлять эгоизм, не позволять ему крепнуть. Упрочивший позиции эгоизм создает благоприятные условия для страха, через которые сатана получает доступ в вашу жизнь. Поймите это. Если вы будете мириться со страхом, делать вид, что страха вовсе нет, он может в это время заразить вашу веру. Ведь, примирившись со страхом, вы тем самым миритесь с эгоизмом. Эгоизм подавляет любовь и заражает веру, в результате чего Иисус не может господствовать в вашей жизни. Он не может действовать, если в вашей жизни не действует любовь и вера. Ничто в Божьем Царстве не действует без веры, а вера действует любовью. То же самое можно сказать применительно к страху. Ничто не может сокрушить вас, если вы не эгоистичны и, следовательно, не боитесь. Сатана ничего не может вам сделать, если вам нечего бояться. На протяжении всей Библии вы видите, что сатана не может действовать, пока не заставит человека бояться. это наводит на мысль. Откуда же приходит страх? Так же, как и вера. Страх и вера действуют на одних и тех же принципах. Сатана лишь берет Божьи законы и извращает их. Страх — это подделка веры. Так же, как и греховный мир является подделкой Божьего Царства. Сатана — не творец. Он лишь извращает то, что уже было создано Богом. Зачем пользоваться подделкой, когда в вашем распоряжении оригинал? «Слава Богу!» Мы с вами знаем, что вера приходит как? От слышания чего? Божьего Слова. И страх приходит таким же образом. Страх приходит от слышания слов, противоречащих Божьему Слову. Страх приходит от слышания слов дьявола. Страх приходит, когда вы слушаете слова, противоречащие Божьему Слову. Сатана потратил много времени и денег, чтобы наполнить мир словами, которые сеют в вашу жизнь «Семена страха». Если вы послушаете новости, вы увидите, как эти слова потоком льются в этот мир. Рецессия. Компания закрывается. Все плохо. Решения нет. Если вы будете постоянно служить это, то рано или поздно семена страха начнут прорастать в вас, и дьявол получит возможность действовать. Поймите, дьявол ничего не имеет права делать на этой земле без вашего разрешения. Бог тоже не может действовать без вашего разрешения. Вашей власти решать, кому вы позволяете действовать на этой планете. «Если вы начнете разрешать Богу действовать на земле, тогда Он сможет вмешиваться в события вашей жизни. А если вы не дадите Богу разрешения действовать на земле, тогда небеса не смогут действовать в вашей жизни». То же самое можно сказать и по отношению к дьяволу. «Если своим страхом вы не дадите дьяволу разрешения, он не сможет действовать против вас». Для того, чтобы он смог хоть что-то сделать в вашей жизни, вы должны испытать страх перед чем-то. Страх — это та дверь, через которую сатана входит в вашу жизнь. Если в вашей жизни есть страх, вы увидите, как сатана будет входить в вашу жизнь. То есть вы увидите, что что-то не получается. Возможно, что-то даже не ладится в вашей молитвенной жизни. Почему в вашей жизни не наработает то, о чем вы читаете в Библии? Возможно, вы следуете какому-то библейскому принципу, но делается это из-за страха. Возможно, однажды вы молились с верой, но теперь вы молитесь от страха. Очень важно, на чем основаны ваши действия. Можно совершать правильные поступки, но эти поступки могут основываться на страхе. Например, вы можете давать десятину, потому что боитесь проклятия. Это неправильное побуждение. Вы даете десятину из-за страха, а должны делать это, потому что любите Бога и хотите почитать Его. Вам нужно понять, чего вы боитесь. Нельзя допускать страх в свою жизнь. Нельзя скрывать страх. Игнорировать его, притворяться, что его нет. Потому что если вы не будете бороться со страхом, он заразит вашу веру. Вы позволите страху исказить принципы Божьего Царства и свести на нет доверие Богу. И принципы Божьего Царства перестанут действовать для вас, потому что страх заразит вашу веру. Мы знаем, что без веры Богу угодить невозможно, а сатане невозможно угодить без страха. Мы понимаем, что все в Божьем Царстве действует верой, а в Царстве тьмы все действует страхом. Мы знаем, что вера — это закон. Мы также понимаем, что страх — это тоже закон. И этот страх входит в нас через слова и образы, через слова и образы. Вы должны быть на страже, какие слова вы слышите и слушаете, какие слова вы сами произносите и какие образы рисуете в своих мыслях. Потому что все это или семена веры, или семена страха. Что вы сеете в свое сердце через то, на что смотрите? Глаза — это окна. Что вы слушаете? Уши — это окна. Что вы получаете через ваши уста? То, что вы говорите. От этого зависит, будет ли разрешение действовать в вашей жизни у Бога, или же разрешение действовать в вашей жизни будет у сатаны. Понимая это, мы можем обрести полную власть над врагом. Сатана не сможет даже прикоснуться ко мне. Во мне нет страха. Слава Богу! Когда мы искушаем и страхом, мы должны сказать себе. Когда мы искушаем и страхом, мы должны сказать себе. Страху нет места. «Я не буду мириться со страхом. Я не потерплю страха». Величайший страх, которым сатана может заразить христиан, это страх, что сказанное Богом в его слове не исполнится. Величайший страх, которым сатана хочет поразить вашу жизнь. Когда вы читаете Филиппийцам 4.19, где написано, что Бог восполнит все ваши нужды по богатству своему в славе, сатана хочет через какое-то слово или образ солгать, что сказанное вам Богом в послании к Филиппийцам 4.19 не исполнится. Бог не восполнит твои потребности. Если бы он мог, то ты бы не был сейчас в таком плачевном состоянии. Бог не восполнит твои потребности. Если бы он действительно этого хотел, тогда твоя компания не закрылась бы. Дьявол будет делать все, что в его силах, чтобы зародить в вашем сердце страх и через это орудовать в вашей жизни. Величайший страх, которым сатана стремится поразить вас, это страх, что Библия не работает. Сатана стремится лишить вас уверенности в том, что Бог утвердил в своем слове. Когда наши поступки не основаны на Божьем слове, тогда наши поступки основаны на страхе. Когда мы действуем не на основании Божьего слова, наше основание — страх. Возьмем, к примеру, молитву. Библия очень ясно говорит об этом. Молись Небесному Отцу во имя Иисуса, и когда молишься, верь, что Он даст тебе просимое, и ты получишь то, что просишь. А вы полностью игнорируете эти слова и начинаете повторять свои молитвы. Вы начинаете молиться, чтобы обратить на себя внимание. И вы молитесь об одном и том же по многу раз, потому что боитесь, что иначе может что-то случиться. Что это? Это молитва, основанная на страхе. И хотя вы молитесь, ваша молитва — это молитва, основанная на страхе. И теперь сатана может сделать так, чтобы этот страх — главный мотив ваших молитв — реализовался в вашей жизни. То есть эта молитва начнет действовать против вас. Что бы вы ни делали, если это не основано на Божьем Слове, а основано на страхе, ваше действие откроет дьяволу двери, через которые дьявол сможет действовать в вашей жизни. В прошлый раз мы начали разговор про Иова. Давайте откроем книгу Иова. Или можно назвать ее книгой об Иове. «Наши слова воплощаются в жизнь». Книга Иова. Давайте откроем первую главу. Давайте взглянем на этого человека. Книга Иова, первая глава, первый стих. Я хочу показать вам на примере, что люди поступают именно так, как я только что вам рассказывал. Я хочу, чтобы вы поняли, как защитить свою жизнь, чтобы с нами не произошло то, что произошло с ними. Книга Иова, первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла». Боязнь Бога — это не то, о чем я говорил ранее. Было бы лучше перевести эти слова как «почитание», «уважение» или «почтение к Богу». Здесь не имеется в виду страх перед Богом. В расширенном переводе это звучит так. Иова 1.1. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, праведен, почитал Бога. Он удалялся от зла, потому как понимал, что это зло». Это был человек, который не принимал участия в злых делах. Это был человек, который почитал Бога своими праведными делами. Он был хорошим человеком. Во втором стихе написано «И родились у него семь сыновей и три дочери». Имение у него было семь тысяч мелкого скота. Три тысячи верблюдов, пятьсот пар валов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был этот человек знаменитый всех сынов Востока. И знаменитый в данном случае означает «один из богатейших». Он был одним из самых богатых людей на всем Востоке. Это был хороший, праведный и богатый человек. То есть Иов был весьма успешным человеком. Четвертый стих. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме». Каждый в своем доме. Каждый в своем доме. У сыновей были дома. Дома. Я хочу, чтобы вы увидели множественность домов. Каждый в свой день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И вставая рано утром... Рано утром... Это еврейское выражение, которое означает «начать сначала». Он начинал с начала. Он вставал рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, «Может быть, сыновья мои согрешили». Подчеркните эти слова, потому что именно эти слова и впустили страх. «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Страх, что они, возможно, похулили Бога в сердце своем, привели к тому, о чем говорит следующее предложение. Так делал Иов во все такие дни. Что он делал во все такие дни? Каждое утро он вставал и приносил жертвы за своих детей. Он делал это постоянно. До того, как вошел этот страх, страх, что его дети согрешили перед Богом, похулили Бога. Иов проснулся однажды утром и принес жертву за своих детей. Он сделал это один раз и сделал это с верой. Он верил Богу. Но теперь он испугался, что они, возможно, похулили Бога. Он поэтому начал приносить жертвы вновь и вновь, снова и снова. Но вот в чем отличие. Теперь эти жертвы приносились на основании страха, а не на основании веры. Например, скажем, вы принимаете решение вставать рано утром, чтобы молиться за ваших детей. Вы предстаете перед Богом и говорите, «Небесный Отец, я провозглашаю кровь Иисуса над моими детьми. Я провозглашаю благодать Божью над моими детьми. Я благодарю тебя, Господь, за то, что мои дети пребывают в мире. Я благодарю тебя за то, что они наставлены в Господе и не отойдут от Господа». Я верю, что это так. Во имя Иисуса. Аминь. И с этого момента я верю, что это будет именно так в их жизни. И после этого вы просто благодарите Бога за это, даже если это выглядит странно. Спасибо, Иисус. Страху не будет места, если вы будете продолжать верить. Спасибо, Боже. Спасибо, Небесный Отец. Я уже помолился. Ты меня уже слышал. Теперь я могу лишь благодарить. Вот это вера. Но вдруг вы испугались. А что, если Бог не слышал мою молитву? Ведь дети ведут себя очень плохо. Теперь из-за своего страха вы встаете каждый день и молитесь об одном и том же вновь и вновь. Это то же самое, если бы к вам постоянно подходил человек и задавал бы один и тот же вопрос каждые пять минут. Мы есть будем? Да. Мы есть будем? Да. А мы есть будем? Ты что, заболел? Разве ты не слышал, что я тебе только что сказал? Почему так происходит? Человек боится, что его не будут кормить. Если вы молитесь одной и той же молитвой каждый день, значит, вы сомневаетесь, вы боитесь. Вы повторяете эту молитву, потому что не верите в то, что Бог услышал вас в первый же раз. Библия говорит об этом в первом послании Иоанна. Мы должны быть уверены в том, что Он слышит нашу молитву, и когда мы уверены в этом, мы можем быть уверены, что получим просимое. В это нужно верить. Если вы будете поступать иначе, вы тем самым будете демонстрировать прежде всего то, что вы не верите сказанному в Библии. Теперь я сам короную себя Богом, и как бы чего ни вышло, из страха я буду повторять эту молитву постоянно. Это то, что сделал Иов. Иов предоставил свою жизнь, жизнь своих детей, благополучие и все свое состояние в распоряжении сатаны, дав ему доступ в свою жизнь через страх. Давайте посмотрим, что же произошло в результате. На небесах произошла встреча. Это очень интересно. Шестой стих. «И был день, когда пришли Сыны Божьи». В данном случае Сыны Божьи — это ангелы. «И был день, когда пришли Сыны Божьи предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». Между ними пришел и сатана. Он был изгнан. У Бога была встреча с ангелами, и бывший архангел, сатана, приходит на эту встречу. Я бы хотел, чтобы Бог объяснил мне, что там делал сатана. Сказал Господь сатане, «Откуда ты пришел? Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». Очевидно, что эта встреча произошла не на земле. Когда Господь спросил его, откуда он пришел, сатана ответил, что он ходил по земле и обошел ее. Восьмой стих. «И сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, и богобоязненный, и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Даже сатана знал, как знали и все остальные ангелы, что Бог оградил Иова и весь его дом словно защитной стеной. Даже сатана знал об этом. Большинство проповедников, которых я слышал, говорили об этом так. Бог был настолько уверен в Иове, что он предал Иову дьяволу, чтобы доказать дьяволу, что тот не сможет похитить Иова из его руки. Но было совсем не так. Бог никогда не предаст человека злу только для того, чтобы испытать его. Богу не нужно устраивать для вас экзамен. Он и так знает, какую оценку вы получите на этом экзамене. «Господь послал мне эту болезнь, чтобы испытать меня». Нет! Болезнь не может прийти, если нет страха. Разве может быть, чтобы Бог, который есть любовь, предал меня злу, чтобы испытать меня? Этого просто не может быть. Слушайте дальше, 10 стих. «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане. Слушайте очень внимательно. «Вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Вот что здесь говорит Бог. «Я не предавал все то, что он имеет в твоей руке». Он сам принял это решение, когда пошел на поводу у страха, и тем самым дал тебе доступ в его жизнь. «Все, что есть у Иова, уже в твоей власти». Вы видите, что происходит, когда вы идете на поводу у страха? Вы передаете все, что у вас есть, во власть сатаны. Из-за страха. Страх дает ему разрешение войти в вашу жизнь и начать в ней свое строительство. И все потому, что вы допустили страх. Все, что у него есть, уже в твоей власти. Но Бог говорит, «Только не касайся его жизни. Не касайся его жизни. Его жизнь под моей защитой. Не касайся его жизни». Сатана принялся за дело. Он уничтожил его детей, его состояние. Он затронул все, что было у Иова. Иов был на грани помешательства. Книга Иова, 3 глава, 25 стих. Иов говорит о том, как это произошло. Давайте откроем Библию. Иов, 3 глава, 25 стих. Дьявол и его бесы вопят снаружи, потому что знают. И если вы это поймете, они никогда не смогут ничего построить в вашей жизни. Если бы вы могли сейчас увидеть духовный мир, вы бы увидели бесов, которые пытаются пробиться ко мне, но меня окружает стена защиты. Меня окружают ангелы. Я представляю, что они стоят вот так. Они стоят именно вот так. Да, вы знаете. Это серьезный удар по царству тьмы. Понимание. Когда вы понимаете, что происходит вокруг вас, когда все это начинает происходить вокруг вас, когда в вашей двери стучится страх, что вы потеряете свою работу, ваша вера отвечает, «Тебе нет здесь места. Я не пущу тебя в свою жизнь». Слава Богу. Слава Богу. Книга Иова, 3 глава, 25 стих. Давайте прочтем 25 стих вместе вслух. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Сегодня я задаю тот же вопрос, который я задавал несколько раз. Чего вы боитесь? Чего вы больше всего боитесь в своей жизни? Чего вы боитесь? Возможно, вы боитесь, что станете неудачником, каким был один из ваших родственников, или вы сильно боитесь, что что-то разладится в ваших отношениях с супругом, или вы боитесь, что окажетесь в нищете, или вы боитесь остаться без крыши над головой? Чего вы боитесь больше всего? Именно от этого страха вы и должны избавиться сегодня. Вы должны изгнать из себя страх. Изгоните из себя дух страха, тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Если у вас в голове мелькнула какая-то мысль, это еще не значит, что вы должны позволить этой мысли свить на вашей голове гнездо. Вы должны принять решение не бояться. Я не буду бояться, во мне нет страха, я не боюсь того, что мне могут сделать люди. Избавьтесь от страха. Скажите, нет места страху. Повторите за мной. Я хочу, чтобы мы осуществили это изгнание сейчас. Повторите за мной. Во имя Иисуса. Я беру власть над страхом. Я изгоняю его из своей жизни навсегда. Поэтому в моей жизни с этого момента страха нет. Но есть сила. Есть любовь. Есть здравый рассудок. А страха нет. У меня есть вера, что у меня будет избыток, изобилие и успех во всем. У меня нет страха, что я буду нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться в своей жизни. Я побеждаю, но жду. Скажите двум людям, сидящим рядом с вами. Здесь нет места страху. Вы должны увидеть причины своих неудач в прошлом. Об этом больше не слово. А теперь послушайте. А как быть, когда начинается буря? Бури происходят. Нельзя ходить из стороны в сторону и твердить, бури не будет, бури не будет. Бури будет. Вопрос в том, что делать. Когда начнется буря, нужно сохранять свою веру и не давать место страху. Давайте откроем Евангелие от Марка. Четвертая глава. Марка, четвертая глава. В четвертой главе Евангелия от Марка учение Иисуса о Царстве. Он рассказывает о том, что мы должны помнить. Помнить о том, что сатана пытается похитить семя до того, как оно вырастет. После того, как Иисус завершил свой урок, он рассказал ученикам о тайнах Божьего Царства, рассказал о том, как действовать в Божьем Царстве. Он объяснил, почему так важно посеять семя в своё сердце, рассказал, что из этого семя не вырастет большой урожай. А потом он сказал ещё кое-что. Это в 35-м стихе. Испытание не заставило себя ждать. Ведь он только что закончил говорить об этом. Смотрите, что произошло. «Вечером того же дня». Скажите, «Вечером того же дня». Враг приходит сразу же. Он не может допустить, чтобы у вас было время навсегда избавиться от страха. Ведь так он лишится доступа в вашу жизнь. Если кто-то смог пробраться в ваш дом, ему это удалось, потому что у него был доступ в ваш дом. Если вы не узнаете, каким образом вор смог пробраться в ваш дом, они будут проникать в ваш дом таким же образом постоянно. Если вы не закройте брешь в броне вашего духа, воры будут проникать к нам снова и снова. Вам нужно найти ту брешь, через которую вор проникает к вам. 35-й стих. «Вечером того дня сказал им». Он сказал им, «Я верю тому, что он говорит». Сказал им, «Давайте прочтем слух». «Переправимся на ту сторону». Вот что он сказал. И вот то, во что я должен верить. Вся моя жизнь стоит на том, что он сказал. А он сказал, «Переправимся на ту сторону». Это то, что он сказал. И я, как верующий человек, должен знать и сказать, «Переправимся на другую сторону, несмотря ни на что». Даже если будет буря. Он ведь сказал, что мы переправимся на ту сторону. Мне нужно просто верить в то, что мы переправимся на другую сторону. Я не говорю, что по дороге у меня не возникнет проблем. Сатана всегда старается представить Иисуса лжецом. А ваша задача — держаться слов Иисуса. «Возможно, мне будет больно, но я все равно переправлюсь на ту сторону. Возможно, я намокну, но я все равно переправлюсь на ту сторону. Возможно, мне придется переправляться в плавь, но я сделаю это». Ведь он не обещал, что переправляться будем на лодке. Он лишь обещал, что мы переправимся на ту сторону. если в молитве он говорит вам все будет хорошо то как бы все плохо не складывалось все закончится благополучно даже если вам трудно сейчас все будет хорошо даже если сейчас вы плачете все будет хорошо держитесь слов иисуса далее и они отпустив народ взяли его с собою как он был в лодке и так он был в лодке и эта лодка была достаточно большой это был корабль слушайте дальше с ним были и другие лодки вот так то их процветание просто сводила дьявола с ума далее и они отпустив народ взяли его с собою как он был в лодке с ним были другие лодки и поднялась великая буря волны били в лодку так что она уже наполнялась водою смотрите что происходит неожиданно поднялась сильная буря начался шторм и волны стали наполнять лодку водой в расширенном переводе библии написано волны били в лодку так что она уже наполнилась повернитесь к сидящему рядом и скажите в лодке вода так откуда страх когда лодку заливает водой вы хотите переправиться на эту сторону тогда наполню лодку водой я сделаю все чтобы вы испугались что лодка потонет и иисус будет выглядеть лжецом ведь он обещал что вы переправитесь на эту сторону но это лишь выглядит так это лишь кажется если кажется это еще не значит что будет именно так казалось что они пойдут на дно казалось что мария нагуляла ребенка а не зачала его от святого духа казалось что евреи застряли на берегу красного моря казалось что люди останутся голодными но пришел мальчик с двумя рыбками казалось что вам отключат свет но пришел человек казалось что вы останетесь без обеда казалось что вы не сможете найти работу не обращайте внимания на то что кажется обращайте внимание на то что говорит он что он сказал я не иду на поводу того что вижу я следую тому что мне сказал он а что он сказал он сказал переправимся на ту сторону переправимся на ту сторону даже если вплавь я смогу если придется плыть на лодке мы сделаем это даже если я не знаю как мы будем переправляться мы все равно переправимся и не нужно задавать вопрос о том как мы туда доберемся держитесь того что вам сказал бог держитесь того что вам обещал бог чтобы не говорили вам врачи чтобы вам не говорили ведущий ток-шоу что бы не писали в газетах что он сказал итак лодка наполнилась водой почти полностью а иисус был на корме он спал итак библия говорит что он спал где он спал лодка была полна воды а он спал где он спал это слово для нас когда иисус говорит будьте в покое не нужно суетиться когда он говорит спите покойтесь в том что он вам говорит иисус спокойно спал на корме лодки а лодка была почти полна воды они разбудили его его будет и говорят ему учитель неужели тебе нужды нет что мы погибаем я думаю что дело было не совсем так особенно если на борту был хоть один чернокожий то все было точно не так как здесь описано я знаю что они не сказали тебе нужды нет я это знаю мы бы так не сказали тебе нужды нет представьте себя на воде вода в лодке а вы тебе нужды нет тебе нужды нет разве не видишь мы в лодке а в лодке вода хватает стакан вода в лодке вода в лодке о боже вода в лодке столько воды в лодке я знаю иисус сказал что мы переправимся но ведь в лодке вода 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 водки где этот иисус а мы точно переправимся где этот иисус он спит на корме ты все еще здесь беги буди но ведь это господь тогда буди господа мы тонем буди его буди его поскорее вперед эй помоги иисус слушайте что произошло когда он проснулся неужели тебе все равно что мы погибаем неужели тебе все равно что мы погибаем неужели тебе все равно что мы погибаем неужели тебе все равно Ау! Представьте себе эту картину. Лодку кидает из стороны в сторону. А они кричат, неужели тебе все равно? Лжепророк! Спросите соседа, это он о тебе? Пастор говорит о процветании, но он не знает, какой счет мне пришел сегодня по почте. И он встал и запретил. Запретить значит прекратить. Он запретил ветру и сказал морю. Просто представьте себе, он просыпается. Вообразите. Что? Зачем разбудили? Мы все погибаем. Ветер дует, Иисус говорит, умолкни. Волны не успокаивались. И он сказал, перестань. Вот так. Дует ветер, но просыпается Иисус и говорит, умолкни. Лодку все еще качает, перестань. И ученики вдруг испугались уже Иисуса. Слушайте, что дальше происходит. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы. Как у вас нет веры. Ведь я дал вам веру. Почему вы не верите? Ведь я сказал, что мы переправимся на другую сторону. Вот каким должно быть ваше поведение. Если Иисус может спать посреди бури, то и мне нужно прилечь вместе с Иисусом. Почему у вас нет веры? Ведь я дал вам веру. Я сказал, что мы переправимся на другую сторону. А вы испугались. Откуда страх? Чего вы испугались? Что обещано не исполнится? Все то, что я вижу, что я слышу, что я ощущаю. Вы открываете сатане доступ через ваши физические ощущения. И пренебрегаете сказанным мной. Откуда у вас весь этот страх? Куда подевалась ваша вера? И дьявол делает сегодня то же самое. И убоялись страхом великим. И говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 14 главу. Слава Богу! Бог говорит вам, я оплачу аренду твоего дома. А вы думаете, год уже прошел, но ничего не произошло. Он сказал, что оплатит, но не сказал, что сделает это за один день. Продолжайте верить. Повернитесь и скажите, продолжайте верить. Продолжайте верить Ему. Мы переправимся на ту сторону. Мы переправимся на ту сторону. мы переправимся на ту сторону мы переправимся на ту сторону и так матфея 14 глава начиная с 22 стиха и тотчас понодил иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону пока он отпустит народ и отпустив народ он зашел на гору помолиться наедине иисус переходил от одного места молитвы к другому а между молитвами творил чудеса и вечером оставался там один а лодка была уже на середине моря и ее било волнами потому что ветер был противный в четвертую же стражу ночи пошел к ним иисус идя по морю кто шел по морю и ученики увидев его идущего по морю встревожились в расширенном переводе написано что ученики ужасались я бы сказал что они жутко перепугались они сказали это призрак буквально они сказали это привидение это фантом и завопили от страха они в ужасе это призрак это привидение но иисус тотчас заговорил с ними иисус хотел наполнить их верой ободритесь это я не бойтесь этого достаточно не так и страх ушел да нет пётр сказал ему в ответ господи не хочу показаться неверующим но если это ты докажи докажи ничего себе вот такие и мы сегодня бог обещает что-то в своем слове а мы не хочу показаться неверующим но докажи посей и соберешь урожай я не говорю что я не верю в это но эти деньги мне нужны для кое-чего другого докажи вы понимаете учеников в той ситуации они сидят в лодке наверное отдыхают вдруг кто-то говорит смотрите кто-то идет вы видите это привидение это привидение если бы в этой лодке был один из нас мы бы наверное выпрыгнули из нее это призрак иисус сказал нет не бойтесь то есть они тряслись от страха не бойтесь это я ученики не сказали о да это ты ученики сказали мы тебе не верим что значит это я как зовут этого это я они никогда не видели человека идущего по воде вы что никогда не слышали о земном притяжении петр совершил удивительный поступок послушайте как на него отреагировал иисус петр сказал если это действительно ты докажи это дай и мне способность ходить по воде у петра не было для этого достаточно веры но он вынудил иисуса тому некуда было деваться ведь не мог он сказать о это не я о нет ты ошибся это не я ведь это было он докажи пусть я пойду по воде единственный способ доказать это исполнить то о чем попросил петр иисус не стремился доказать что человек может ходить по воде петр сказал если это действительно ты то тогда пусть и я пойду по воде а иисус говорил это я и тебе придется пойти по воде потому что это я о иисус слушайте дальше это очень интересно и он сказал иди и вот петр вышел из лодки и пошел по воде к иисусу человек шел по воде одно дело когда иисус идет по воде ведь всегда можно сказать ведь это сын божий да и аминь да аминь но потом он говорит ты тоже так можешь о нет ни один человек не может делать того что делал господь наш иисус мы видим как петр преодолевает закон гравитации петр выходит из лодки добавим музыки тадам